Итак. Шри-Ланка. Чем вообще такое Шри-Ланка? Кто-то, наверное, знает, кто-то не знает. Такой остров чуть больше Крыма по размеру. Вниз и вправо к юго-востоку от Индии. Шри-Ланка это как Индия, только на минималках. Собственно, почему я на Ланке завис? Я на Ланку улетел недельки на две на месяц после Индии. Но я тогда приехал в первый павшийся поселочек, поселился, пожил там недельку и понял, что я, пожалуй, здесь подзадержусь на какое-то время. А там очень легко продлить визу, то есть там по прилету виза отдается, ну, ее оформляешь онлайн, простейшая заявка, по прилету тебе ставят штампик, 35 баксов, заходи на месяц. И ее можно продлевать по два месяца, по-моему, два или три раза. То есть в сумме там можно где-то годик тусить. А если очень постараться оформить там себе типа работу, какие-то элементарные справочки за денежку сделать, то можно несколько лет тусить. Вот на Ланке тусят. Что делать на Ланке? Что вообще делать на Ланке? Тусить на пляж. Потому что вся Шри-Ланка – это один огромный пляж, это остров, да, там со всех сторон океан. Городов там полтора. Здесь город Коломбо, который столица. Хотя на самом деле Коломбо не столица. Столица, она возле Коломбо. Там такое длинное сложное название, забороченное на местном, что все называются столицей Коломбо по старой пилочке. И все. Вот. И город Канди в центре. А так там поселочки. То есть все побережье – это села-поселочки, там полторы улицы. Все пляжи выглядят вот так. То есть очень хорошо. Сезонность остров довольно большой. Получается, что полгода тихий сезон сухой на юге острова, начинаются дожди на юге, начинается сухой сезон на севере острова. То есть если ты не хочешь попадать под дождь периодически, а хочешь постоянно солнышко, тепло и хорошо, то ты просто раз полгодника перекочевываешь из поселков в южной Шри-Ланке к поселкам в северной Ланке. И все. А так это страна-пляж. Вот там каких-то особо, какой-то урбанистей, каких-то смущенностей особо архитектурных, ну, нету. Есть там немножко храмов, немножко не очень древних. Есть чайные плантации клевые, я покажу. Есть горы неплохие. А так, где-то. Еще на Ланке, Ланка – это такой тоже брат, сестра Бали. Если там еще меньше туристов, чем на Бали, но уже дофига, дофига экспатов, дофига австралийцев, европейцев, поэтому куча кафешек, кофей на любой вкус. Это ланкийские деньги. Чем они меня проперли, что на них рисунок не горизонтальный, а вертикальный. Очень красивые деньги. Кстати, у Ланка вот село-село, село-село, но банкоматы есть везде. С банкоматами все отлично. Оплата картой, когда я был, я тут последний раз был в девятнадцатом, с оплатой картой было соу-соу, но снять на речку вообще не проблема. Куча банкоматов, ты снимаешь на речку местную. Курс какой-то, короче, много их денег за немного наших денег. И я там на два месяца в Залип тупо работал, ходил на пляж, мочил ноги. Кстати, купаться, вот купаться там не очень, потому что там не море, а там океан. А океан по обмолчанию более волнистый. Там очень часто волны, почему, собственно, Ланка, она одна из столиц серфинга. Туда многие летают, именно серфить я там тоже посерфил, потому что там почти всегда волны. Так, чтобы спокойное море, в него спокойно плаваешь, почти не бывает. Нужно искать какой-нибудь заливчик где-нибудь в гребенях, а так волны, волны, волны и очень сильные обратные течения. Когда ты заходишь в воду, и тебя тачат в открытое ям, в открытое море оттаскивают. Берега стрёмная штука, кстати. Поэтому я на Ланке вот сколько, три месяца провисел, почти не плавал. Зашел по колено ножки, сполоснул, посерфил немножко, плавать там не особо удобно. Типичная картина рыбаки с рыбалки. Если ты выходишь в утро на рассвете, то видишь, как из океана вращаются куча-куча ланок, а вечером есть горизонт в огоньках. Ланка очень рыбацкое место. Там многие живут рыбным промыслом. Естественно, там много морепродуктов. Там они дешевые, с ними хорошо. Что делать, когда нечего делать, ты валяешься на земле на пляже? Фоткать на макросъемке всякую фигню. Такие вот местные лодочки с поплавками самодельными для устойчивости. Океан качает хорошо, так вот для устойчивости приделаны вот такие вот поплавочки на катамарон. Вот и на них плавают рыбы. Типичная утренняя картина. Это я просто-просто фоткал океан. У меня первую неделю-две на ланке весь Инстаграм и весь Фейсбук состоял чисто из таких фото. Берег, океан, пляж, песок. Утром, вечером, днем. Я еще попал на сезон дождей. Немножко одной ногой. И людей было немного. Плюс я жил не в самой популярной туристической деревне. Потому что там дешевле всего было. И весь пляж, и он весь твой. И ты по нему пройдешь. Кайфово. Да, сегодня будет много фото. Много фото океана и пляжей. Я предупреждал. Да, Илья. А что за белая фигня была в предыдущем кадре? Это морская звезда выброшенная, коралл выброшенная? Это цветок. Это цветок? Да. Я вот не знаток растительности, но это цветы. Они вот на деревьях растут, падают на песок и так красиво лежат. Это... Как эта штука называется, на которой пыльца? Пестики? Да. Пестики. Вроде как раз тычинки, наоборот. Печинки. Пески, это женский орган. Как вы поняли, в ботанике я не силен. В общем, это цветы. Морские звезды там тоже есть. А еще есть морские ежи. Это будет отдельная сказка. Очень отдельная сказка. Вот прям сейчас говорю об этом уже об оболе. На Ланке в свое время были британцы, поэтому там, как везде, где были британцы, у меня остается традиция чая пить. И на Ланке, кстати, на Ланке офигеннейший чай. Там у них чайная плантация, знаменитый цирконский чай. И чай просто охренительный. Я с собой набирал пару таких килограммовых мешочков чая, потому что лучше черного чая, чем на Ланке. Я не пил нигде. Возможно, где-то в мире он есть еще лучше, еще вкуснее. Но лично я не в родном. Ага. Да. То есть тот цейлонский чай, который у нас, он хуже. Того цейлонского чая, который на цейлон. Я не помню, когда в последний раз пил цейлонский чай у нас. А у нас кто-то особо клевый или что? Что? У нас цейлонский чай какой-то особо клевый или что? Нет, просто хочу сравнить. То есть ты сказал, что нигде не купишь цейлонского чая. Так он же просто, по-моему, он везде продается, цейлонский чай. То есть в смысле половина чая. Прикол в том, что чай, вот именно чай делают из разных частей, разные сорта чая делают из разных частей чайного листа. Я умный, да, я был на экскурсиях на фабрике, там объясняли. Самый крутой, самый качественный чай делается из самых кончиков листиков. То есть даже не целый лист берется, а вот мягкий молодой кончик листа обрезается. Это ее лучший чай, это вот первый сорт. Потом там средняя часть листа, это второй сорт, ближе к черенку третий. И все, что осталось, это низший сорт. Вот у нас, мне кажется, второй, третий подается. Первый сорт, это все-таки по пизже. И надо как-нибудь найти у нас хороший чай. Цейлонский попробует сравнить. По-моему, нет, по-моему, несравнимые штуки. Лиз, там что-то поднимала. Ага, это я просто хотела сказать. То, что у нас продается под видом цейлонского чая, это в цеху полы подмели. Ну, вот-вот-вот есть у меня тоже такие догадки, да. Про чай я позже потом порассказываю. Интересно, вот местная кухня, как на Ланке, вот кухня максимально бедная. Казалось бы, да, рядом Индия с очень клевой, очень разнообразной кухней. Но на Ланке как-то не получилось. У них рис, рис, жареный рис с рубленой курицей, жареный рис с овощами, блинчики рубленые с курицей. То есть у них блюд местной кухни по пальцам одной руки. То есть, конечно, в кафешках для туристов можно найти всякое разное, там, как итальянскую кухню, как мексиканскую. Но именно национальная кухня в Шри-Ланке, она одна из самых бедных, что я встречался. В регионе, на мой взгляд, ланкийская кухня бедная и индонезийская рядышком тоже очень бедная. Но когда ты живешь с вот такими видами, то бедную кухню можно и потерпеть. И своя лапша. Это мы очень мило, мы, как это часто бывает, прилетели в новую страну, заранее сняли жилье на букинге на недельку. Типа, поживем недельку, заодно там посмотрим, что как, сориентируемся на местности и найдем что-нибудь надолго. В итоге вот в этом на недельку остались не два с половиной месяца. Хозяева были очень рады, конечно. Периодически хозяйка готовила завтрак, вот традиционный завтрак, который дома готовят. Рисовая лапшичка, яишенка и тертые орехи с перцем, с чили. Острый, намазка острая. Все. Яишенка это для других гостей, великотесик. Океан шикарный. Я периодически там забуривался в отдаленные лагуны, ты там плаваешь, хоп, рядом черепашка. Черепашку за панцирь потыкал. Если еще дальше, это уже с экскурсией, можно отплыть дальше вглубь океана с китами поплавать. К сожалению, тогда для меня это было дороговато, там, по-моему, 500 баксов сноса, но можно поплыть. И когда миграция китов, поплавать прямо среди китов, тоже их, наверное, руками потрогать, не знаю. Может быть, как-нибудь, когда я полечу на лагу с лишней около тысячи долларов. Пляж, пляж, океан, пляж, пляж, океан. Это когда меня задолбали комментами в фейсбуке. А-а-а, отдыхаешь там, я сделал серию фото, как я отдыхаю. Ну, знаете, когда удаленка, ты работаешь везде, везде, где можешь, где не можешь. Поэтому я фоткал, как я работаю везде, просто везде. На самом деле, именно так я не работал, но вот на пляжике работал под пальмочкой. Дико неудобно, скажу я вам. Вот эти все прекрасные картиночки, когда фрилансер там на тропическом острове под пальмой на пляже работает, это красивые картиночки для стоков, но в реальности это капец неудобно. И лучше всего работает за удобным столом, на удобном стуле, а не вот это вот на песочке. Вторая традиционная еда, блинчики. Блинчики, кстати, с нифига, ну то есть с сахаром. Без джема, без мяса, без овощей, просто блинчики с сахаром. Какое-то шествие в детском саду. Чем не понравилась Чуланка, там очень открытые, приветливые люди. То есть страна небогатая, страна не то чтобы сильно избалованная туристами. При этом народ очень приветливый, в тебе не видят мешок с деньгами на ножках, очень все, очень мило. При этом тебе не пристанют, как в той же Индии частенько, близ вон фото, близ вон фото, или как на Яве. Просто приветливый, улыбочный и спокойный народ. Это то ли в честь праздника какого-то буддистского было шествия из школы, хрен его, пишут на местном. Ну это было очень мило. Да, Ланка, она в основном буддистская, на севере индуисты, у них там на севере свои сепаратистские движения, ребятки, которые называются Тамильские тигры. Они там периодически устраивают всякие теракты, беспорядки набегают. Но я был на юге, там буддисты, там все хорошо, спокойно, тихо, мирно, дети с мечами и ничего особенного. Ролеплей юные ролички. Кстати, если вот можно визуально спутить какие-то народности, то это ланкийцы и жители Южной Индии. Вот они визуально очень похожи к Тамилы, которые штат Тамилна, Тамилнаду, и ланкийцы. Я не знаю, может они друг друга как-то отличают. Я научился различать китайцев от корейцев, тайцев от лаосцев, камбоджийцев от мьянмарцев. Но вот индийцев от ланкийцев я не смог различать. Внешне чисто индийцы. Ну, южные индийцы, потому что в Индии тоже много разных подэтносов, и внешний народ тоже отличается. Чай. Столько чаек на ланке, я пил столько чая в Узбекистане, еще в Узбекистане зеленый чай. Я ненавижу обезьян. Я об этом уже не раз говорил, да, но я ненавижу обезьян, потому что вот когда вот выходишь, утром на балкон, а там вот это вот сидит, такой блин, только трусы мои, не сопри, да. И я возвращаюсь домой, и возле меня на асфальт стеклянный стакан разбивается. Оказывается, я протупил, забыл убрать посуду с балкона. И вот эти вот красножопые сволочи залезли на балкон и стали кидаться в меня стаканами. Спасибо, ребят. Ну, к счастью, ничего из вещей не стащили. Повезло. Кроме разбитых стаканов, да. А в целом ланка, вот, кстати, частый вопрос, бывает, как в Азии, в Югосточной Азии, с всякой фауной. На ланке ты живешь к фауне ближе всего, потому что там, повторюсь, там нет больших городов, в основном поселочки, поселочки в джунглях. То есть вокруг тебя вот всякая бегает мартышки, павлины. Почему я не люблю павлинов? Я писал, потому что павлины, они, зараза, громкие. Они в брачный сезон, они очень противно, очень протяжно, очень громко орут. И когда ты живешь, считай, в лесу, и вокруг они как куры бегают хлопами, ну, это громко. Что еще? Ну, попугаи там всякие, вараны, вараны, вараны в количестве. Змею один сведет на расстоянии, не знаю, там, пары метров на дереве по узлах. Ну, собственно, и все. В дом ничего не залазило. Насекомых их, там, пауков огромных, чем еще там пугают, не видел. Варан из унитаза не вылазил. Стандартная азиатская пугалка, змея из унитаза. Но во дворе бегает всякое. Бегает всякое. Не всегда дружелюбное. Это рабочее место. Закаты и рассветы. А вечером месяц в плях приезжается в территорию кафе, караоке, бары. Челанка, она все-таки на Чиле. Там больше спережья на кафешках, так или иначе. И местные очень расслабленные. Это одновременно плюс и минус. То есть ты можешь прийти в кафе, а оно не работает. А почему наш повар сказал, что ему сегодня лень? Он штаны не мог с утра найти, поэтому. Шанти-шанти, мой френд. Традиционная ламкийская шанти-шанти. Если на ламке тебе говорят, maybe tomorrow, my friend, это означает никогда. Все, забудь. Завтра это никогда. Народ никуда не торопится. Не напрягается. В целом, рабочее место. На ламке мне приходилось работать с VPN, потому что тогда я работал в секс-шопе, писал описание секс-игрушек, а на ламке это нельзя. Поэтому мне на рабочие сайты приходилось с VPN. У них есть ряд ограничений для сайтов, которые амуральные. Ламкийские кокосы отличаются от тайских, от вьетнамских. Они красные, желтые. И из всех кокосов, что я пробовал, в той части мира ламкийские самые сладкие. У меня есть чем посравнивать. И ламкийские самые сладкие. Еще, когда я гуглил про ламкийские кокосы, я вообще люблю в процессе путешествий про всякое гуглить. Я нагуглил, что когда на Ламку приплывали европейские колонизаторы и миссионеры христианские, они масленно вырубали кокосовую пальму, потому что им казалось, что это капец, это отлукалово, это грешно, потому что как так? Пальма – это древесина, с которой там дерево, лодки, растопка дома, кокос – это еда, вода, то есть ты под деревом лежишь, тебе все с дерева падает. Это грешноваденько. Грешноваденько нужно вырубить. И миссионеры устраивали большие вырубки кокосовых пальм, потому что ну не дело, не должен так человек жить, чтобы ему все вот само под ноги, значит, падало. Никогда не любит христианство. Там праздничный ужин сделали, я уже даже не помню, в честь чего какой-то праздник был. Да-да. Вижу, включаю. А это не была одна история с кокосами, которые обозвали деревом добра и зла, потому что он в кожуре, как сердце, а если снять кожуру, то как жопа выглядит. Я знаю, что где-то вы не смеяли, но и с ним тоже боролись все христианские эти иезуиты, когда добрались до туда, португальцы, но я не помню, где конкретно. Честно, не знаю, но звучит продоподобно. Хороший поинт, мне нравится. Да, сердце жопа, жопа сердца. А к слову о купании в океане. Вот то, что вы видите, это легкий, легкие утренние волны. А вот эти жердочки, это жердочки для рыбаков. Если они на них ногами становятся, на перекладинку руками держатся, а в корзинку складывают улов. Вот на этих жердочках местные рыбаки рыбачат. Я, по-моему, даже заснял пол рыбачков. Прикольная конструкция. Ну, то есть на камнях стоять, я понимаю, не очень, потому что они скользкие, может смыть волной и нахрен. Стоять в воде тоже не очень. Я чуть позже покажу, почему не очень там стоять в воде. А вот на такой жердочке. Вот. Знакомьтесь. Это морские ежи. Садиться на них жопой больно. Проверено. Я полез в бухточке. Спокойная бухточка. Волн нет. Полезу сейчас на камушек. Залезу, чтобы меня красивенько сфоткали в инстаграм. И как я на это сел. А потом еще волна набежала. Я еще пяточкой на него наступил. Короче, есть наступайки на морского ежа. Иголки из тела хрен достанешь. Они впиваются хорошо так глубоко. Но есть один клевый лайфхак. Лимонный сок. Лимонный сок растворяет иголки морских ежей. То есть реально ты берешь лимончик или лайн, капаешь вот на эти иголки, которые из тебя торчат, и они начинают так слегка шипеть и потихоньку прям сразу на секунды, но за несколько минут там 5-10 и они таки растворяются. Ну и можно там пинцетиком. Я потом полдня портал на то, чтобы выкварить эту штуку из разных частей тела. А там их много было. Это мне еще повезло, что я равновесие не потерял спинку и на это все не упал. Вот такие вот прекрасные ребятки. Да, они еще шевелятся. Если они под водой, к ним ныряешь, они реагируют, у них там глаза на иголках, или между иголками. Ты рукой возле него водишь, но так иголки за тобой вжух, 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 типа я за тобой слежу. Стремная фигня, а еще их едят. У них там внутри съедобное что-то есть, их потрошат, варят, жарят и едят. Как мы работаем на ланке. Эта фоточка даже на аватарку ставила. Кстати, на канале аватарка канала как раз с ланки стоит. Все равно мне никто не поверил, если решили, что я просто пофоткал со сноутом, а так я там остальное все время чилю и ничего не делаю. Местное население. Местное, кто не в туризме, тот в рыбалке. Там какой-то ничтожно малый процент работает в офисах, в банках, только в столице, а так либо туризм, либо рыбалка. Вот я говорил, что на ланке еще нет ничего исторического, почти и там есть прекрасная штука, называется Гале. Гале это португальский форт 18-го, кажется, века. Огромный каменный форт с часовой башень в британском стиле, с колониальной архитектурой. На мой взгляд, самое стоящее место на всей ланке. Вот если хочется что-нибудь историчненького, если надоело валяться на пляжике и пяточки в океанчике, то это нужно ехать в Гале и там вот всякие такие... Это, я так понимаю, огромная плита какого-то португальца, наверное, я не знаю, на каком это написано. Вижу. А ты был, где Зуб Будды лежит? Да, в Канде был. Ну просто оно разве не... Просто так сказал, что Галли, а разве не в Канде самая? Просто я думал, что там самая главная вести причинность этого в ланке. В Канде ни о чем. Вот честно, я ехал в Канде и думал, сейчас будет Канде-Канде. По факту там этот храм Зуба Будды и все. И больше там ничего нет интересного. Там самые обычные дома, там 3-4 улочки, небольшой городок. Ну вот храм. Храм прикольный, комплекс интересный. А именно архитектура в комплексе это Галле. Галле или Галля. В Канде только храм. И да, кстати, судя на мальцион, могиле, похоже, написано по-голландски. Я голландского не знаю, но это явно германский язык. И там были между португальцами, англичанами, были и нидерландцы. Некий Динг, Буль-Буль-Буль, Берг-Худс. Ну, в общем, как-то так, да. Глюкинхаймен. Лигиген Хаймен. Возможно. Возможно. Ну, anyway. У меня под конец будет Канди, потому что Канди у меня был финальный пункт по ланке. Я от Канди ждал довольно многого. По факту храм. Храм, зуб. На зубы даже не посмотришь нормально, потому что он в ларце. Ларец в утке, утка в зайце. Ну, дальше вы знаете. Мужичок камни полирует. А на ланке очень много продается драгоценных, полудрагоценных. В основном полудрагоценных камушков всяких интересных. Их там прям на улицах шлифуют, обрабатывают, продают. Сущие копейки какие. Можно набрать килограмм камушков, если кому-то нужно для хендмейда всякого. С этим там хорошо. Прям очень хорошо. Обе так понравились черепа. Это магазинчик в Галле. Магазин одежды ничего особенного, но в качестве декорейшн такие черепочки с резьбой. По-моему, это очень плево. Ну и да, так как туристическое место, там куча-куча-куча сувенирных лавок. Вот так выглядит Галле. Там еще, я не знаю, так получилось, остались или заморочились. Там куча ретро-каров на улицах стоит. На них можно покататься с определенным денежком. Вот такая вот архитектура позднеколониальная. Ну и в целом, если брать по населенным пунктам Ланки, мне именно на Галле больше всего зашло, как что-то комплексное, что-то цельное. Не так, что место ни о чем, но там храм или ступа или или другой храм. А вот комплексный населенный пункт. Маяков на Ланке куча. Там самый высокий маяк в Южной Азии и самый старый маяк в Южной Азии. Ну, потому что это остров с очень-очень-очень неровной береговой линией, очень каменистое дно, очень буйный океан. Вот маяков там дофига. Мы объездили штук пять маяков. Эффектные фото Инстаграм на фоне маяка. Это же наше все. Живность. Вот типичная, типичнейшая просто урочная живность. Варанчик средних размеров. Я не скажу, что это большой, ну и не маленький. Средний, среднюю питность. Это крепостные стены, по ним можно лазить. Да, на ланке вот в чем минус, там частенько вырубают электричество. Там очень плохо с Wi-Fi, с интернетом, прям очень плохо, очень-очень плохо. Я брал просто местную симку и пополнял пакеты. Там 20-50 гигов для работы было ок. С Wi-Fi плохо и часто поверкат. Света нет, отдыхайте. камни-камни-камни-море-море-море. Вот я так и не понял смысл этих флагов, потому что на пляже обычно зеленый флаг, это значит нормальное, спокойное море, можно купаться, желтый, купаться можно, но осторожно, красный, купаться нельзя. А тут все сразу. Типа, ты можешь, конечно, полезть, покупаться, но тебя может волной разъебать об камни или можешь сесть на ежа. Наверное, что-то такое это означает. Красивый океан, очень красивый. Вот единственные места, где можно, пусть минус, купаться, вот такие вот огороженные камнями муфточки, но там ежи. Черненькое на дне, это ежи. А вот последствия наступления на ежа, уже когда повыковыривал. Я не понял этого прикола, но на ламке в многих кафешках продаются монгольские морепродукты. Я пытался что-то нагуглить на эту тему, интернет на знакомых мне языках ничего не сказал, почему монгольские морепродукты, где Монголия, где морепродукты, я не знаю, почему, но это я не в одном месте видел, это в трех-четырех разных местах, монгольские сифуки. Почему, зачем, я не знаю, один Будда знает. монгольские монголия специалисты. Да. Возможно, это какое-то местное импортозамещение, примерно как морепродукты Санта-Бремор, это же белорусская торговая марка. Где Беларусь, где море. Я не знаю, как нужно извернуться, чтобы импортозамещаться через Монголию, вот не знаю. Версия не хуже других, но это как-то через лобку. Ага, включаем. В школе, это еще нулевые, на географии рассказывали, что Монголия у России арендует кусок порта Владивостока, и у Монголии есть флот, у Монголии и траулеры, так что, возможно, это выловлено где-то в Японском море. Другое дело, что там есть целый список, оно как совпадает с реальностью монгольской едой совпадает, совпадают эти блюда. Ладно, у Христины с морепродуктами там же остальное есть. Это реально монгольская кухня или нет? Нет. Монгольская кухня это жирное мясо, красное мясо в жирном тесте, то есть это несколько вариаций пельменей и несколько вариаций чебуреков. Вот и вся монгольская кухня. Это максимально что-то грубое, тяжелое, мясо в тесте с мясом и с тестом. можно с хлебушком еще. Поэтому нет. И близко нет. Монгольская кухня это отдельная боль для моего желудка. кафешки, заброшки, океан. Это две трети фотосланки это пляж и океан. Океан и пляж. Читалка. Это доска не для серфинга, а доска для короче, я это назвал доска для пузинга, потому что ты пузиком на это ложишься и по волну весело прыгаешь. Это детская штука, но прикольная. То есть если ты не хочешь, не умеешь, не можешь серфить или боишься получить доску ты просто берешь в прохате вот эту штучку, она тебе пристегивается к руке, чтобы по волнам не ускакало и весело прыгаешь по волнам на пузике на вот этой вот пластиковой, пенопластовой, пронодовой не знаю из чего штуке. Это очень весело. Это вообще не похоже на серфинг, но это очень весело. И можно делать прикольное фото. И чуваки запускают змей. океан и пляж. Пляж и океан. Вот так выглядит все побережье Шри-Ланке. Зелень, справа кинь холмики, потому что остров вулканический, поэтому он к центру поднимается, к океану спускается, море и какие-то домишки кое-как где торчат, но их немного, они не забивают весь горизонт. Ездить на мопеде на Ланке это отдельный такцион, вот очень отдельный такцион, потому что на Ланке есть они, автобусы. Ланкийские автобусы это такой мемасик, все, кто был на Ланке знают, что это, в чем прикол, там несколько автобусных компаний частных, и автобусы на маршруте стараются обогнать друг друга, потому что кто первый подъедет к остановке, тот наберет больше послеров, естественно, получит больше денег, поэтому автобусы на дорогах не ездят, они гоняют, они бешено гонят, там такие ирожидики закладывают, сигналят, то есть если ты слышишь, а ты слышишь, что приближается автобус, ты просто сворачиваешь на обочину и стоишь, идешь, потому что ну его нахер, и они подбирают пассажиров, даже некоторые не останавливаются, то есть он сбавляет скорость какой-то минимальной, люди запрыгивают в открытые двери и автобус набирает скорость, едет дальше, они играют в перегонки, слоткийский автобус это автобус на веселухе, нигде не видел, ну и соответственно ездить там на мопеде очень интересно, лангийская народная развлекуха отпусти черепашку, там на побережье много черепашек питомников, там подбирают раненых черепашек, потому что черепашки часто попадают плавничком винт лодки, например, и ранен плавничок, в сетях закутываются, пластик жрут, их в таких питомниках подбирают, там выхаживают, в том числе там черепашки есть специальные загоны, где черепахи откладывают яйца, черепашата глупляются, и через пару дней их выпускают в океан, ну и развлекуха для туристов, прийди и за денежку отпусти своего черепашонка в океан, очень увлекательная штука, ты берешь маленькую штуку, несешь к океану, отпускаешь, она там бежит, бежит, такой еее, а потом так фигах с чайкой, и все, и нет его, шучу, мой добежал, не знаю, а может чьи-то не добегали, мой добежал, большие черепашки, рыбачки, это кстати не настоящие рыбаки, это там один из поинтов автобусной экскурсии, там останавливается автобус с туристами, с пакетниками, и им показывают посмотри-ка смотрите рыбаки, а потом типа дайте этим рыбачкам какую-нибудь денежку, что настоящие рыбаки вот так вот не сидят, на Перекуре, а рыбу, блин, ловят, рисовые поля, классика Азии, рисовые поля, чай, это фабрика по переработке чая, там, наверное, больше десятка фабрик на острове, есть маленькие, есть большие, естественно, любую фабрику можно взять экскурсию, а можно, как я делал, можно просто приехать, то есть я нашел на карте какую-то не самую популярную фабрику и просто на пеку туда приехал, встретил хозяин, это был низкий сезон, людей не было, и он поводил, показал, чаем напоил, то есть вообще никаких там билетов за вход, никаких денег, ничего, просто у хозяина было время и настроение, он поводил по фабрике, попоказывал, и я у него как раз два мешка чая купил, потому что ну очень, 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 так растут дрэгонфруты на кактусе, на нем растут дрэгоны, вот на той же чайной фабрике, просто фотки немножко не по порядку, потому что я некоторые корректировал, у меня тогда еще был не очень хороший смартфон, поэтому некоторые фоточки я подтягивал и потом их по папке раскидал рандомно, вот, на той же чайной фабрике выдают тебе халатик, чтобы, не знаю, чтобы что, чтобы в халатике был, кепочку и ходишь, смотришь, это уже после экскурсии тебе дают попробовать, сколько здесь, семь видов чаечку дают попробовать, один другого лучшего, такие муки выбора были, знаете, когда вот все эти чаи, но они офигенные, и тебе хочется все, ты понимаешь, что у тебя не резиновый бюджет, не резиновый рюкзак, и вообще, хочется просто все, вот, чайок, и стоит он там что-то, вот такой пакет стоит, гривен пятьдесят, что-то такое, два бакса, плюс-минус, полукилограммовый пакет, то бишь, даром, так хотелось это все загрести, закаты, 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 вот он, вот он, вот этот монстр, знаменитый красный автобус, а маршрутов у них нет, потому что на Шри-Ланке два маршрута, это кольцевой и в центру, то есть ты либо по беремену острова катишься, кольцевая дорога по всему побережью, либо в центр в Канде едешь, третьего не дано, ой, я так, потом, когда я уже улетел с Ланки, я выяснил, что это какой-то знаменитый мыс, самый фотосетный, а я просто напротив него жил, то есть я выходил из дома, из комнаты снимал в Гестхаусе, переходил через дорогу и вот, здрасте, такие вот виды, рабочие фото, а у меня тогда реально была очень-очень большая загрузка по работе, очень большая, то есть я завтракал, выходил там погулять к морюшку, к океану и часов на 5-6 не вытыкая, а для копирайкинга, для написания текстов 5-6 часов не вытыкая, ну, я вам скажу, это солидненько, была такая загрузочка, Фран Мехенди рисуют, только одна фотка, Мехенди это, знаете, не знаете, когда хной рисуют на коже узорчики, она подсыхает, потом снимается, паутинка хняная, хновая, а на коже остается такой коричневый узорчик, который неделю-две держится, традиционная индийская штука, закаты, 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 концентрация фото закатов в папке Шри-Ланка, наверное, самая большая среди всех моих фото, но закат правда красивая, грех не пофоткать. Рыбочки. Яй-кокос, фрамы-кокос, интересный момент, я периодически на Ланке в кустах находил могилы, там централизованные кладбища встречаются, но чаще хоронят где-нибудь, просто хоронят где-нибудь в лесу возле дома, поэтому если поселок не очень густонаселенный, есть там немного домов, то просто где-нибудь за домом, возле дома ты идешь, могилочка. Оп, могилочки. Причем некоторые могилочки там были 1700-1800 какого-то года. Тут не видно, нет, видно, 1675. Просто идешь по лесу, а тут могилка 17 века. ничего, ничего необычного. Это я просто дома фоткал. Дома самые обыкновенные, азиатские, традиционные, один дом, одна семья. Храмы немножко, храмов немного, кстати, в основном ступы, просто ступы, ступы кладбища. Это уже, да, это уже 1900, это уже современное. 1800, ну, плюс-минус там, сто лет. фруктовый венок. Да, супермаркетов там нету, ну, есть в столице, а так в поселочках магазинчики и все. А это я ездил к месту, называется Blowing Hall. Воющая и Blowing. Как это правильно перевести? Короче, я ее назвал Блюющая дыра. Есть вот такая местность на побережье. Храмы, храмы, вот. Как это правильно назвать? Короче, дыра. Дыра в побережье, куда, когда волна бьется, получается, что вода с очень громким звуком фонтанирует вверх. Одна из природных замечательностей такой океанский гейзер. Народу там было, у-ху. Туда еще экскурсии, возят пакетников, туристы из Инии, вот это все. Зрелище любопытное. Это тут же жарят всяких креветок, всякую рыбку, туристам продают. дары моря. Если по-нашему, то поранка. С рыбой там все очень-очень-очень хорошо. Копченая, вяленая, жареная, сушеная, какая угодно. храмовый колокол. Океана. Я какие-то выходные просто брал мопед и катался по периметру острова. Просто тупо куда глаза глядят, потому что заблудиться ты не заблудишься, дорога это всего одна, дорога неплохая, покрытие хорошее, не идеальное, но хорошее. Главное, что? Главное, уворачивайся до стопусов, а когда устал, просто сворачивай к океану, садись на берегу и втыкай на воду. Все, идеально. Весь остров я не объехал, потому что он все-таки большой, я не знаю, там за день, наверное, реально его но это за день, это не на пару часов дело. Это очередной самый большой стоячий каменный Будда на всем диком западе. Там даже гордая табличка есть, что самый большой стоячий каменный Будда. А вот проезжая мим попал на фестиваль воздушных змеев. Маланки это дело очень любят, ну и это очень хорошо там делать, потому что ветер с океана почти всегда дует ветер, иногда слабее, иногда сильнее, оно дует всегда, поэтому запускать змеев милое дело, такие огромные, 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 я не знаю, это был просто какой-то ивент или какой-то госпраздник, я тупо мимо проезжал и тут вот змеи впускают. Ничего не понятно, но очень интересно. храмы, 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 один из самых красивых храмов на побережье, храм на воде, вот это просто случайно рандомная кафешка, ехал-ехал по дороге, увидел кафешку, остановился, я взял коктейльчик, сижу, пью, подходит лангиец, такой, здравствуйте, извините, вы по-русски говорите, и на почти идеальном русском завел свою светскую беседу, казалось, учился где-то там в Сибирях, занесло мужика, вот, и почти без акцента беседовали, прикольно. А это Папайя, если вы не знали, как растет Вильгит Папайя, то вот так вот, да, лангиецы, как и многие народы Южной и Высокной Азии живут по лунному календарю, и все праздники, они по лунному календарю, написано, что сегодня Пойя Дэй, то есть день полнолуния, каждый месяц, и алкоголь нельзя, все, у них довольно строго с алкоголем, большинство буддийских праздников алкоголя нельзя, но написано, что завтра, завтра мы вернемся к норме, раз в месяц продавать алкоголь нельзя. Ага, вижу, да. Алкоголь нельзя, сайты секс-шопов банятся, у меня такое ощущение, что ты не на ланку приехал, а в Иран какой-то, там еще чего там нельзя, то есть... А революции каждый год делать можно. А, в смысле, да, так, что там случилось? Да, ничего там не случилось, там просто довольно высокий уровень народного недовольства правительством был, есть, поэтому было недавно, да, что, о, на ланке революция, да, нам каждая полгода революция, у них национальная забава, в Колумбу постоянно что-то болит, что-то происходит, там правительство достаточно жесткое, а народ на Чили, и народу не очень нравится, когда очередной запрет принимают, народ и он пузичит, все. Да, включил. Ну, я, собственно, просто хотела сказать, что там и сейчас, в принципе, какой-то Майдан очередной происходит. в общем, про и все. Ясно. У меня сложилось впечатление, что ланкейцы, они вообще такие на Чили, на Чили, на Чили, но если что, они с большой радостью какую-нибудь движуху затевают. Ге-гей, пойдемте, пойдемте митинговать, а пойдемте, все лучше, чем работать. Живность. Ее, наверное, плохо видно на фоне песка. Это очень хорошо маскирующая живность. Песочек. Обратите внимание, песочек не песчинки, а отшлифованные кусочки ракушек. Мелкий-мелкий ракушняк. На Ланге почти все пляжи песчаные, но песчаный не песок, а ракушечки. Снова живность. Посмотри, какой на этот хвост. Атакующий хвост. Явно кость подскорпиона. Фото-йога. Без фильтров, без фотошоба, без цветокоррекции. Закат as is. Цветет. Все будет на свет. А мне еще очень хорошо попал. Сезон дождей. Это не только дожди, которые, кстати, частые, но не сутки направляются. Но еще и все цветет. А это я фоткал на Ланге местные мужчины носит юбки. Кусок ткани называется саронг. Он обматывается вокруг талии, завязывается либо на животе, либо между ног. То есть версия прогулочная на животе, версия рабочая, если нужно что-то делать, активно, или там бегать. Просто между ног завязывается, типа, как шаровары. И удобно бегать. И я смотрел в местных магазинах одежды коллекции саронгов веста 2019, осень 2018. Модные там от модных дизайнеров с камнями, с вензелями, ну, очень крутые. Просто банан, ничего особенного. На эту штуку я подсел на Ланге. Это имбирный эль. Но эль не в смысле алкогольный напиток, а просто имбирная газировка, самая популярная газировка на Ланге напоминает по вкусу безалкогольное пиво с очень сильным вкусом имбиря. Да, включил. А мужчины носят юбки, а в смысле саронги, а женщины их носят саронги, или это только мужская одежда? Понятно. Ну, есть мужские юбки, есть женские юбки, дифференциация по юбкам. Это я пытался сфоткать, тут вот такие самые, я про Индонезию рассказывал, показывал люваков, которые срут кофе. Вот они во дворе у меня бегали, эти люваки, они на Ланге тоже водятся, и у них, видимо, тоже весна была, они там какую-то потасовку устроили, я больше на видео это снимал, там было очень-очень-очень-очень громко. Йога-фото, что делать, если ты живешь два с половиной месяца на пляже? Ёжица. И на этой прекрасной ноте у меня, как это часто бывает, перестали листаться фотографии. Сейчас я заново запущу. На этом, мне кажется, по-моему, пляжные фото заканчиваются, начинаются наконец-то фото из центральной Ланги, а не с пляжей бесконечных, я знаю, вам надоело. Такс. 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 Бабах. Вот. Это сторон, подвязанный по-рабочему. Да. Мне вообще являет, что из тех стран, которые ты показывал, такое ощущение, что на Ланге национальную одежду носят, ну, максимально, ну, если не, вот на Ланге и в Аманин все носят, из того, что ты показывал, в основном национальную одежду. Вот эту вот фотографию показать, так в среднем, в принципе, в среднем веке ничего не изменилось. То есть, это у тебя такая подборка или у них действительно так все популярно именно не современное, вот именно так вот ходить, как в народном? В Сарон, то есть, это же самое... Да? Большинство, большие сланки это села. В сельской местности народ в целом, мне кажется, в любой стране более склонен к традиционному, к традиционному быту, к традиционной одежде. На Ланге та же история. В Коломбо, в Коломбо, который единственный большой город на острове, все бегают в бручках и рубашечках. Но так как большая часть из села... У тебя фотка из Коломбо будет, а то действительно задолбали села, 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 пляжи, пляжи, пляжи. Смотрите, как они в городах-то живут. 21-й год уже. Будет. Так он у них выгодит. Просто я из трех месяцев на Ланге два с половиной висел именно в Мирисе, поселке на берегу, потом две недели по центральной катался и несколько дней в Коломбо и Негомбо. Будет, ну, как-нибудь. Примерно где-то скоро. Ща. Лангийский автобус внутри не менее веселый, чем снаружи, потому что, во-первых, там очень громко, там играет очень громко национальная лангийская музыка, которая очень похожа на индийскую, что-то такое зажигательное. С вегетсонеоном все, и на передней панели возле руля надеются обязательно иконки. Иконки индуистских богов, Будда, гирлянды. И только не водят, мне кажется, эти иконки на торпеде там более чем уместны. Черепахи. Вот эти черепахи прикольные. А черепахи, которые с клювом, у которых не круглая морда, а клюв, вот они стрёмные. Особенно, когда он плывет на тебя, клюв разевает, такой годзилла в миниатюре. Черепашатка. Тебе дают ведро с черепашками. Ты идешь на пляж и на пляже говоришь ему беги. Он такой уиии, ну я побежал. Очень милая штука. Они еще, когда мелкие у них панцири такие, как резиновые, мягенькие. Ты его пустил и он бежит. Потом еще забавно пытается против волн грести. Его выбрасывают обратно на песок. Он обратно бежит к океану. Его волна опять выкидывает. Он опять бежит к океану. Без комментариев. Честно, вот меня это подбешивает. Когда за границей вот такие пассажи типа устали от иностранного языка, надоело местное... А нахрен ты вообще приперся? Если тебе не нравится иностранный язык, местная кухня, культура и так далее. И это кажется все-таки в какой-то степени шеминизмом. Да, включая. В этом это белорусы, заметьте. М? Это белорусы. Да. Да, то есть интересно, да, славянская устали, надоело местная кухня, просто интересно, они там на белорусском языке обслуживают это в кафешке или нет? Ну да, смешно. Смешно. Я думаю, ты знаешь ответ на свой вопрос. Ну да, это был риторический вопрос. Вот для меня, для меня вот такая, такая реклама, это скорее антиреклама. Я в такой кафе не пойду, но я знаю людей, которые за границей стараются свои вот такие заведения искать, чтобы привычный, комфорт зон, чтобы на понятном языке привычная еда, ля-ля-ля, и вот это вот все непонятное. Да, Наташ? Да, прием, прием. Алло, привет. Да, привет. Привет всем. Я только хотела свою лепту внести, а ты уже ее внес за меня. Я думаю, что это отдельная просто каста таких людей, которые приезжают в азиатские страны и ищут славянскую кухню. Это для меня всегда было загадкой. Ну, в основном так делают пакетники, но и другие люди тоже. Поэтому... Ну, скажи, ты сколько в Индии суммарно жила? Суммарно? Ну, вот я начинала ездить с 17-го года по 21-й. Получается, ну, из трех лет, ну, может, где-то два года я суммарно прожила. Ты не искала где-то славянскую кухню? Никогда. Никогда, кроме того, ну, у нас же, опять же, то есть, мы приезжали туда не отдыхать, а работать. Дома мы готовили, ну, сами, или же какие-нибудь фудкорты, или что-то вроде этого, а на работе мы в основном питались либо уже на самих свадьбах, либо уже, ну, в моменте, когда мы ехали на трассах, причем, ну, опять же, очень много девочек из Украины и из России было, и для меня было всегда очень странно, потому что все искали какой-нибудь Макдональдс, какой-нибудь Сабвей, пожалуйста, остановите нам где-то что-то европейское. При этом я никогда практически, ну, то есть, за исключением, если выбора нет, я никогда не кушала, я всегда ела только индийскую еду, мне нравится их кухня, причем, когда ты проживаешь там достаточно длительное время, ты уже, в принципе, знаешь, что ты любишь, что ты не любишь, и поэтому для меня всегда было странно, ведь, ну, индийская кухня, она на самом деле очень разнообразная, и многие люди, которые приезжали, они никак не могли адаптироваться там и к острой еде, и ко всему прочему, то есть, им приходилось есть сугубо овощи, там, рис без ничего, но при этом, ну, я этого не понимала, потому что, ну, блин, это же часть культуры, и точно так же, как ты едешь в Непал, или на ту же Ланку, и чтобы действительно поесть их кухни, окунуться в их язык, там, и в их традиции, и все такое, поэтому для меня это странно, не знаю. Вот, вот да, для меня тоже, я тоже считаю, что кухня это часть культуры, и гастротуризм это круто, поэтому в кафе Ольга я обычно не хожу. Ланки и Ска-Кола. Мне очень нравится, как Кока-Кола делает разный дизайн для разных стран, на Ланке очень прикольный. Ска-Кола, я тебе больше скажу, в Украине и там, в той же Германии она еще и по вкусу отличается. Моя курс. Немножко разный состав, в Европе, в последнее место Ростевию пихать. А что это за коробочкой, на которой написано из ебучей России с любовью? Я на Ланке сделал свою первую татуировку. Как это было? В одной кафешке познакомился с хозяйкой кафе, хозяйка кафе оказалась из Питера, Лена, и она на досуге подрабатывала, увлекалась татуировкой, била. И сразу зашел на завтракчик. Она такая, слушай, мне тут машинку новую прислали. Хочешь, тебе что-нибудь набью? Давай. Поехал к ней там прям на побережье океана в хижине, в хижине, окей, доме, частный дом, такой, средней бардачности. Вот, набили мне моего первого Бэтмена. Ни о чем не жалею. Татушка School Story. Потом, когда я уже набивался в Украине, меня познакомили с такой штукой, как пленка специальная, чтобы замат ее на все. Там это билось. чем-то я заматывал, чем-то. По-моему, пантенолом и сверху бинтом просто. Не помню, чем-то заматывал, но это был далеко не профит от Усалон. Зато история. Та самая машиночка, которую прислали from fucking Russia with love. Вот это в процессе. включил. Прием, прием. Слышно сейчас? Да, да, да. Ты по поводу набивки цатухи говоришь, хочешь тебе что-то набью, ага, и набило лицо. Такая шуточка родилась просто по путку. Нормальная девочка была. Не, 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 это я говорю, я же акцентирую, это шутка, то есть, ну, просто ты так рассказываешь, такая, а хочешь я тебе что-то набью, ты говоришь, да, и все, и набило тебе лицо. Понял. Кстати, агрессивная шутка в сторону россиян. Насчет россиян было забавно, хорошо сообщались с этой Леоной, и она такая, давайте вечером посидим на пляже болтаем. Пришли вечером на пляж, на подназначенное место, Лена приперла бутылку рома, какого-то херового, паленого рома, и сидим, ну, я не пью, наливает себе этот ром, который по запаху слышно, что он такой, ух, и такая, блин, я не понимаю, откуда эти стереотипы, что русские много бухают. Лен, ты сейчас что делаешь, на себя посмотри, ну да, окей, откуда эти стереотипы, что русские много бухают, распивая дешманский ром из горла, окей, стереотипы, мифы, продолжаем о морепродуктах, там, в некоторых поселках, вся, вся дорога, которая идет через поселок, это огромный рыбный рынок, то есть ты едешь через весь стереотипод, запах оставляем за кадром, запах, ну, рыба, рыба пахнет, но это все огромные рыбные рынки, да, или я. А красная это что? Что-что? Красная это что за рыба? Рыба. Какая-то золотая рыбка на максималках, Я в рыбе разбираюсь еще меньше, чем в растениях. Вон там меня папа слушает, папа, если ты знаешь, что это за рыба, подними руку. Я вообще хозы, что это? Наверное, не знает. Сейчас, Наташа что-нибудь скажет. Ага. Насчет морепродуктов, кстати, на Шри-Ланке для меня было большим открытием, я тоже там не очень долго пробыла, у меня визеран был, ну, буквально дней пять, но я успела там сгонять в центр острова, из Коломбо в Элу, из Элы в Хикаду, и, собственно, обратно в Коломбо и на Дели. Очень-очень, прям огонь. Ну, у меня там вообще отдельная история была, до меня докопался индийц, ну, в общем, это прям... Ну, и вот, когда я была в Хикадове, я там тоже снимала какую-то гостиницу на берегу моря, и я такая думаю, блин, ну, сейчас я вечером как пойду, как пожру морепродуктов, и, к моему большому удивлению, эти морепродукты стоили столько, ну, просто, мне кажется, даже в Дели морепродукты были дешевле, чем в Шри-Ланке, хотя для меня это было, ну, удивительно, потому что это Хикадово. Это остров. Ну, возможно, возможно. Потому что это Хикадово еще в Великамо поехало, вот там два таких поинта, это Хикадово и Великамо, во-первых, а во-вторых, торговаться пробовала. Кого? Торговаться пробовала. А, ну, на самом деле нет, я торгуюсь в основном в Индии, а туда я приехала отдыхать, поэтому, в принципе, бабки были, мне не хотелось, мне не хотелось, в общем, и я такая чилила-чилила и причилила, в общем, ну, ничего. Я понял. На ванке тоже нужно торговаться, в том числе, кстати, вот за рыбку, потому что, да, вот Наташа напомнила, там же такая фишка, там утром рыбачат, а вечером везде свежая рыба, то есть стоят такие прилавки со льдом, такие ванночки, и прямо на льду свежая, свежайшая рыбка, ты дыкаешь пальчиком, типа зис, тебя спрашивают, как тебе приготовить. Ну, ты же брал в кафешке, ой, ты же брал на рынке, а я-то приходила кушать в кафе, ну, то есть я жила в гостинице, мне это готовить негде было, поэтому... Я брал в кафе, я ходил почти каждый вечер, ходил на пляж, вдоль всего пляжа были пляжные кафешки, не при отелях, а просто обычные поселковые кафешки, я просто жил в Мериссе, там отелей-то нету, я брал в кафе. Я брал в кафе, при мне готовили, и вот рыбинка такая небольшая обходилась, ну, 100-120 гривен, то есть 5 баксов. Нехило. Дорого, дешево. Ну, не знаю, по меркам ланки, наверное, недорого, не знаю, или дорого. По-моему, для... в Одессе дороже. Не была в Одессе, поэтому мне сравнивать не с чем. Я тебе точно говорю, в Одессе дороже. Когда тогда огонь? Да там папа что-то хотел сказать насчет рыбы. Красная, скорее всего, это морской огонь. О, морской огонь. Ну, вот папа разбирается, я ему доверяю. Потому что для меня это серая рыба, красная рыба, большая серая рыба, вкусная рыба, очень вкусная рыба. гордая, гордая фото под зажившей татушечки. Ей. Я не знаю, что это. Просто палка на пляже. Гулял по пляжу, херак с палкой, с лицом привет. Это, как я уже рассказывал, я наслаждал, значит, за границей. Занимался нацистско-бандеровским просвещением. Дарил в отелях, в гестхаусах, в кафешках, если часто захаживал. Оставлял на память отлеточки из Украины. Некоторые, как мне потом, после меня там приезжали в те же места люди, говорили, что некоторые отслетки вот с борщом до сих пор висит там в кафешках в Мерисе. Это очень приятно, очень мило. Да, Веломир. Не хочешь написать Ткаченко премьер-министру культуры, он же продвигает программу продвижения борща, а ты в ней поучаствовал по всей стране. Может, я положу на что-то за это? Какие-то выпуски? Ой, не знаю. Кстати, смотри, ты хотел Коломбо. Коломбо. Спасибо, я. Это главный храм столичный. На самом деле, Коломбо большой, дурной, шумный, город с бешеным трафиком, кучей народу, вечной толкучкой на улицах и ничего особо интересного. Это просто ездил по делам документы, визу продлевать, а специально я бы туда не ездил. храм прикольный. Он прикольный чисто расцветкой. Индуистский храм, у него очень прикольный, индийский красно-белый. А так, город, город и город. как Нью-Дели, как Мубай, как Финай, любой большой индийский город. Улицы забитые чуть более, чем полностью. Машины, тук-туки, мопеды, мотоциклы, люди, храмчики какие-то. Торговый центр. Вот бизнес-центр выглядит вот так. Это новый район Коломбо, там есть район высоток, он симпатичный, такой себе. Централ Парк местного разлива, зеленая зона вокруг, торговый центр, симпатично. А в городе я, по-моему, даже особо не фоткал, потому что, ну, что там фоткать город-то и город. Несколько фото есть, но в основном я фоткал там, где красиво, а красиво это вот бизнес-центр. Ага. Так. Закончили с пляжем, закончился океан, потом город еще немножко будет. В центре Ланки есть несколько населенных пунктов, это Элла, Новара Элия и Канди. Треугольник, самый популярный туристический, это бывшие британские, кажется, городки, небольшие, собственно, от хламеральных территорий, при которых чайные плантации, нацпарки, водопады, бешеная концентрация природных красот, плато, крыша мира, следов на весь остров, водопады, самые высокие, самые широкие, самые глубокие, самые населенные пункты ни о чем. Но вот на что это похоже, да? На какую-нибудь Швейцарию немножко, на какую-нибудь Центральную Европу скорее, чем на Южную Азию, И там холодно. Я висел на побережье, на побережье было 30-35, потому что холодный сезон, а вверху было 10-15. Я по утрам пододевал термуху, потому что выезжали по утрам кататься, пододевал термуху, ходил в куртке, в шарфе, потому что было холодно, и в доме были теплые одеяла, 2-3 теплых одеяла, потому что для Ланки это очень холодно. Вот горные ланкийские пейзажи. Очень большой контраст с побережьем. Центр обучения собирателей чая. Учим реальным скиллам до реального мира. Чай. Все, что вы видите, это чай. Да. Если так подумать, звучит этот предыдущий плакат очень депрессивно. Ты хочешь стать дизайнером, компьютерщиком, уехать со страны. Хрен тебе! Мы всю жизнь останешься работать на плантациях. У меня это вот так прозвучало. Левиальный скилл для реального мира. То, что я наблюдал, видел, слышал, общался, действительно, на отчаянных плантациях работает низший социальный слой. То есть самые бедные слои населения ланкийцев именно работают на плантациях. Более зажиточные работают менеджерами на плантациях. А собиральщики, да, собиральщики, это самый, 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 самый бедный народ. Он собирает чай. центральная ланка это офигенно. Я считаю, что полывать на ланке и только подчерлить на пляже, это увидеть только половину ланки, потому что горная центральная это совершенно другая сказка. Это другая природа, это другой климат, совершенно другие виды. Это потрясающе красиво, огромное количество водопадов, ущелей, рек, полей. мы нанимали, ну как нанимали, мы останавливались в гостхаусе и хозяйка сказала брату, чтобы он нас покатал за какую-то символическую денежку. А вообще в идеале там свой транспорт дать, мопед или машину и тупо кататься по горам, дороги хорошие, покататься езги, красота просто анрильная. Это я просто периодически просил, можно вот здесь встать, водитель останавливался на дороге, на обочине и на одном фото раз-два водопада и река. Два водопада, три водопада. Оно все в водопадах, в реках, между которыми торчат чайные фабрики. Я даже пожалел, что всего две недели отвел центральную ланку, можно было побольше. На водопады на большинство этих можно карабкаться. такие импровизированные ступеньки выдубленные и ты карабкаешься по склону горы и закарабкиваешься и тут вот. Если хочешь, можно спуститься вниз, а как горный козел по камушкам покупаться. Я не спускался, в этом водопаде конкретно я не спускался, просто поболался, но это очень красиво. Тут жалко, здесь не видно людей, там внизу есть люди, но их не видно, чтобы понимать масштаб, но я вам скажу, он большой. Большой, высокий, полномодный, красивый. Чайная фабрика. О, вот. Собираешь с чая типикал. Да, за фото они просят деньги. На плантациях либо фоткаешь из-под тяжка, либо держишь на готове мелочь, потому что при виде туристов с фотоаппаратами, смартфонами сразу к тебе тянутся ручки и дай мелочь. А вот цех по сушке, сортировке, нарезке, упаковке чая. Показывали весь процесс, конвейеры, там перетрушивается, высушивается, подогревается на специальных противнях, потом пакуется. чай. Сосны и чай. Чай, 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 чай. Вот чайная фабрика. не самая новая, как видно по зданию, но работает и хорошо. А это не туман, это фабрика на вершине горы и в какой-то момент просто ее накрыло тучей, то есть ты видишь, на тебя плывет туча, накрывает, обволакивает и уплывает дальше. Попил чай в туче. на плантациях везде на холмах название полнаст как Голливуд. Ты едешь там такой-то ти, там blue leaf ти, там добро ти, еще какой-то butterfly ти. Голливудские холмы, честное слово. чай. Ну и под конец экскурсии, конечно, дегустация. Холливуд. Историческое здание, почтамт в Нувараэли, какой-то очень старинный и при этом работающий, то есть там можно купить осветочки и отсюда их отправить. Я отправлял из этого ящичка. Вообще в Нувараэли местами ощущение, что ты где-нибудь на Туманном Альбионе. Там на окраине города огромные поля для гольфа. Там очень много полей для гольфа. Домики вот эти маленькие в европейском стиле. Поезд. Дорога из Нувараэли в Эллу считается самой красивой ЖД-дорогой в мире. Дорога действительно красивая, фоточки будут, а маршрут считается экстрим, приобщись к локальной культуре по катиси фронтийской электричке. Что я вам скажу, ребят? Электричка Харьков-Днепр или Харьков-Запорожье летом. То же самое. Те же бабушки с пирожками в салоне, чуваки с гитарой тридически проходящие, денюжки оскающие, там какие-то пацаны в карты играют. То же самое. Европейцы, которые ехали, европейцы там охали-ахали, лау-лау-лау, круто, говарит, локалайф. Я вот такой сижу, говарит. Что же. Ага? Скажи, пожалуйста, это та электричка, которая проходит через весь остров, потому что, ну, это вот та, которая главная достопримечательность, потому что я как раз провтыкала ее, я в следующий раз решила, думаю, ладно, потом на поезде поезжу. Ну, тот, который идет вообще через весь остров. Это она, да? Да. Круто, круто. Не попала я. Кусок Нувара Эли Элла как раз он считается самым живописным, по нему советуют ездить. да, можно вот так вот посидеть на подножке над пропастью, посмотреть на чайные плакаты. Нет, пейзажи реально красивые, без образов. Пейзажи гелые. Вот такие вот пейзажи. Центральной Ши-Ланке. Да. Что там фотографию, там надпись для монахов. Это отдельный туалет для монахов или отдельный вагон для монахов или что там, фоклерги надпись? Не, места просто. А, то есть для них зарезервированы места, они бесплатно что ли ездят? Да. Бывает. Еще одно замечание в голову того, что такое ощущение, что приехал в Иран, только буддистский. Не знаю, в Иране я пока не был, но очень хочу. Самые популярные фотки из этой электрички, ну это не электричка, это или электричка, не помню. В общем, самое популярное фото, это вот высовываться из окна или из двери, чтобы тебя другой человек сфотовал, как ты высовываешься из окна. Ну, типичная картина, места для инвалидов, на которых сидят какие-то пацаны, они потом достали картишки и какое-то бухло в пластиковой бутылке и сидели там, резались в дурака весело. Какие-то промзоны, промвагоны. Горы. Первые пару часов это прикольно, там общий путь 4 часа и последние 2 часа лишние, уже скучновато становится. Горы. Горы. Виды крутые. Жалко еще фотоаппарат, смартфон, к сожалению, не передает всю кручь этих видов. Но они действительно ну и тучи набегали, мешали. Периодически едешь в тучи или даже выше тучи. И в тучи пацаны играют в блибал. Пирожки горячие, пахлава медовая. Виды. Прокатиться стоит, я считаю. Прокатиться там стоит, но обратно я уже ехал каким-то транспортом, который едет быстрее. А билеты кстати для европейцев на эту электричку нужно покупать там как, я еще брал в обычную, а там еще есть с стеклянным батолком, на который стеклянным батолком, там нужно билеты брать за пару месяцев. Потому что я приходил на вокзал за месяц и билетов уже не было на люксовую, было только на обычную. и на обычную я покупал за несколько дней, потому что в день в день ты можешь купить только вейкин тикет, по принципу успел сел, не успел ждать следующую. А если хочется лакшери, хуякшери, стеклянный потолок и вот это все, то месяца за 2-3 стоит покупать билетику. И вот так 4 часа. Едешь, по горам, по горам, по горам, по туннелям, по горам. И приезжаешь Элу. Эла еще один поселок, один из крутейших поселков, там есть такая штука, гора Пик Адама, Малый Адамов Пик. Очень крутое место, куда нужно переться до рассвета, потому что с него очень крутые виды рассвета. Собственно рассвет. Но, конечно, место туристическое, то есть мне повезло, я заблудился. Я заблудился и случайно вышел мне на основную обзорку, а куда-то в гребене, оттуда тоже был хороший вид, я посмотрел на рассвет, красиво, все хорошо, а потом уже по светлому, по светлому нашел основную обзорку, вот дорога на главную обзорку, и там народ с прошлого вечера стоял, то есть там палатки, все, народ занимал лучшие места, чтобы пофоткаться на рассвете, дроны запускали, штакивы ставились, там обзорка была забита еще с вечера. А вот такой вид с малого Адамова Пиха. К слову, о красотах Шри-Ланки. Посидеть на краюшке, сделать эффектные фоточки. Очередно пофоткаться на краю. Да, я был в низкий сезон, напомню. Собаке пофиг, собака здесь живет. И будьте пофигу. Да, мы с дистинцем. Спасибо. Да, видно почти весь остров, это одна из самых высоких точек центральной ламки, видно почти всё, и собачка, а это уже другая собачка. По-моему, это мега иронично, вот как раз я увидел статую Будды, что из места, которое связано с Будды, где по идее наверно надо медитировать, отрешаться от мира, сделали туристическую мекку, где постоянно суета, то есть народ бегает, это же наверно ещё и за бесплатно, не за бесплатно это всё. То есть, это забавно, в общем, то, что это место стало вот таким вот. Современный мир, он такой, все популярные места заполонили туристы, сейчас же многие, ну, до войны, до ковида, до всего этого, многие популярные места вводили же ограничения на количество туристов, та же Венеция, там ввели ограничения на количество туристов в год, там этот язык чаля в Норвегии, там тоже ограничения на количество, потому что туризм до последних двух лет, которые выдались своеобразными, да, туризм очень активно развивался, очень активно. Ага. Я хотел сказать, что меня всё время шокировало, что из-за туристов в Шаолине появились ускоренные курсы кунг-фу, то есть ты неделю занимаешься и тебе дают этот сертификат, что ты мастер Шаолине. То есть, как говорится, они побеждают, они побеждают всё подряд, что вообще всё. Ты знаешь, сейчас я, сейчас, мне нужно, у меня насчёт Шаолине, у меня есть офигенная история, блин, немножко простыл, гордышко дерёт, ох, сейчас я пригублю табачку и немножко автопно расскажу вам полстори про Шаолинь, которую я слышал от китайцев. История очень клёвая, мне очень нравится, я долго смеялся. На самом деле Шаолинь – это аттракцион. Да, я пока включу микрофончик, послушаю, говори. Ты как раз сказал то, что я собирался сказать, что Шаолинь – это, по факту, аттракцион и уже давно их сильно распиаренный. Да, так и есть, потому что, как рассказывали китайцы локалы, там это действительно монастырь, он действительно довольно старый, но он был себе, был монастырь и монастырь, никому особо не нужный. А потом каким-то чудом сбрели европейцы, очень пропёрлись, фонтанировали восторгами, это увидели местные и такие, хм, на этом можно сделать много баблишка. И начали раскручивать этот образ в медиа, в кино, и по итогу Шаолинь – это Диснейленд, а не какой-то там храм боевых искусств. Вот. Собственно, это вкратце вся история. И да, я слышал про входные билеты, сертификаты мастера кунг-фу, которые покупаешь 2-3-5 дней, в довольно комфортных условиях живёшь, пару раз на кулаках отжимаешься, всё, молодец, мастер кунг-фу, и я всегда буду тебе сертификат. Мастер кунг-фу, до свидания. Да. Это Диснейленд. Даже за Шаолиньем, как за местом, нет никакой особой истории, нет никаких легенд, это совершенно современный медийный миф. Это хороший пример грамотной раскрутки. и бизнес-мекалочка китайского народа. Лечимся от насморка, нюхать на табаку. Так вот, продолжая, тоже Элла, тоже достопримечательность мост 9-ти арк. Старый, каменный, очень крутой, очень мощный, высокий мост, на фоне которого можно фоткаться. Можно пафосно фоткаться, можно гулять. И, опять же, я везучая скотина. Мне везёт в таких местах бывать, когда там что-то происходит. И потом я узнал, что специально люди смотрят расписание поездов, чтобы посмотреть на этом мосту ещё и на поезд. А я случайно так попал. Я случайно там оказался как раз, когда там проезжал поезд. Немножко погулял, немножко пофоткался. Маленькие группы китайских туристов. На Ланке, кстати, много китайских туристов. Особенно в центральной. И посмотрел на поезд. Посидел вот так вот тоже на краю. Стремно лететь не то чтобы долго, но внизу камушки. Да. Ага. 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 Наверное, давно уже сеточка стояла там. С кучей таблетки не прыгать и так далее. А тут у тебя с поезда высунуться можно. Тут у них весь остров такой. Кукук. Да. Они на слабоне абсолютно. Охренушки. Там на тему техники безопасности. В той же Италии всё вот точно так же. А итальянцы те ещё распиздяи. Редкостные. Редкостные. Ты что, итальянцы это главный распиздяи всея Южная Европа. Меня дико, конечно, пропёрло, когда я увидела натуральный бомжатник под мостом в Риме. Рим, кстати, довольно грязненький. Но он красивый. Это не отменяет. Но он местами... Слушай, можно грязные места, свалт. Этот, блин, Милан. Вот съезди на досуге в Милан и посмотри на мусорки. Потому что в Милане большие, 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 большие проблемы с чистотой города и с мусором. Очень большие проблемы. И вообще наш миф про цивилизованную, чистую, красивую Европу – это сказки, ребят. Но если мы не берём Вену, которая абсолютно пряничная, вырезанная, просто город-свадебный торт. Или там, не знаю. Что ещё? Что ещё такое? Что ещё такого-то вырезанного по Европе? Е-бое. Так это дождь или исходящий так фигачит? Сейчас, секундочку. О, они, в принципе, в мальское гроза. Я-то думал, что в наступление пошли на мусорку. Думаешь, что тебя бомбят? Это гроза. Да. Всех-всех вижу. Всех-всех сейчас. Включаю. Да, и я? Да. Ну, на самом деле, это ещё ничего. Я в Дагестане видел прикол, когда они ставят качели над пропастью. То есть, разумеется, никакой привязки, ничего. Просто качели на краю пропасти, ты раскачиваешься и… да. Конечно, бывают случаи, когда люди улетали туда, но, походу, всем пофиг. На Бали, в Таиланде качели над пропастью очень популярная развлекуха. Но на Бали тебя привязывают к качельке, чтобы ты не сварился. Лиз? Да, вот на тему вылизанности Европы. Вот очень вылизанная Германия, очень чисто. Где? Но, как я уже говорила, на каком-то институте меня дичайше поразил совершенно заплёванный вокзал в Мюнхене. Мне Берлин очень-очень понравился. Вот такого количества бомжей, как в Берлине. Ну, в Берлине я не была. Мы проезжали Дрезден, собственно, Нюрнберг, Мюнхен. Ну, то есть там более южная вот эта вот часть Германии. Дрезден, конечно, абсолютно красив. А вот в Мюнхене вот реально у меня тупо прилипали ботинки к асфальту. Мне Нюрнберг очень советовали как самый красивый город в Германии. Советовали ребята, живущие в Германии. Позвольте с тобой не согласиться. Всё-таки Дрезден. Дрезден? Окей. Надо съездить и туда, и туда. Да, у меня большие планы на Германию вообще. Я хочу по ней покататься основательно. У меня почти в каждом городе есть у кого упасть. А вообще страшно хочу в Гамбург. Я знаю, что он есть и что это популярное место. Да, Крис? Я тебя не слышу, я слышу помехи. Я тебя слышу очень тихо, очень вдалеке. Ладно, я оставлю твой микрофон. Может тебе нужен там, не знаю, микрофон поправить, потому что что-то вдалеке очень слышно, как будто с другого края комнаты говоришь. Собственно, поезд. И количество туристов. Ещё раз, это низкий сезон. Макросъёмочку. Наташа, вижу. Ага. Да, прикольно. Про поезд. Ты как раз застала в сторону туннеля. А я застала поезд из туннеля. Ну, это было более красивенько. Ну, он же в туннель заходит, правильно? Да, да, да. А я вот с другой стороны, получается, попала. И вот когда он такой весь пафосный из туннеля, в общем, вылетает. Ну, тут, опять же, куча туристов. Ну, да, тоже было круто, конечно. Понял. Это тук-туковый фестиваль. На ламке, как и в Индии, тук-тук. Тук-тук – оружие свободы, оружие победы. И там есть фестиваль тук-туков. Я не попал, потому что было уже в октябре-ноябре, а я был летом. Там, говорят, такое искра буря безумия происходит. Трехдневный фестиваль. Тук-туки все украшаются максимально, кто чем может. Там гирлянды, цветы, неон, светодиодка, колонки, музончик, дрифт на тук-туках, гонки на тук-туках, эпические партии, безлимитное, бесплатное пиво. В общем, весело, наверное. Тук-туковый фестиваль. Канди – это вот озеро, которое возле храма имени Зуба Будды. Храм на берегу озера. Канди. Вот он, храм Зуба Будды. Храм интересный. Большой комплекс, много зданий, красивые всякие павильоны, арки. Павильон имени святого кого-то там, потому что шри на индийском, собственно, на лангийском – это святой. Святой, священный. Храм очень живой, что мне понравилось, это не чисто тур-место. Там местные приходят, лампадки сжигают, благовония ставят, молятся. Какое-то одно из самых дерева, я не помню название, вот какое-то дерево, под которым просветился первый Будда Гаутама. Это одно из самых старых деревьев, которое, по легенде, посажено из саженца того самого дерева, под которым будто стоят просветления. Не знаю, правда или нет, но легенда так гласит – дерево большое и старое. Ну, вот храмовые помещения, павильончики – это все территория храмов. Там школа при храме есть для малоимущих слоев населения, воскресная школа. Ну, насчет того, как ходят женщины, вот как ходят мужчины, как ходят женщины. Да, босичком, потому что священное место. Кандир – это центр, самый-самый центр Кандир. Город, да и город. Центральная площадь. А вот это прикольно, храм в японском стиле, мне очень нравятся кадры Киамарота а-ля Япония. Монах так хорошо в кадры попал. Мышь. Висит. На самом деле это не летучая мышь, это летучая рисица. По дороге из Канди в Дамбулу, там есть поселочек Дамбула. Вот есть такой Golden Temple, золотой храм с сидячим Буддой. И вверху там один из старейших пещерных храмов. То есть храм в пещерах. Внизу обычный современный храм, поднимаешься, поднимаешься на горку, задалбаешься по пути, потому что жарко и ты пелячешь на гору. Поднимаешься, поднимаешься, видишь ланку. И вот, собственно, одно из моих любимых мест на ланке. Пещерный храм Дамбуле. Там в пещерах настенные, настенные, на потолочные росписи. Черт не знает какого века. Вообще это очень-очень древнее, очень историческое, очень крутое место. Вот это все входы в пещеры. Вот такие все арки белые. Это входы в пещеры. Вот. И внутри там всякие лежачие будды, сидячие будды, стоячие будды. И роспись. Потолочная роспись. Там не особо заморачиваются с реставрацией, к сожалению. Или к счастью. Все это выглядит очень старым. Еще там очень горячо ходить. Вот это в пещерах сидят будды, которых там построили сотни-сотни-сотни лет назад. Сидят будды, стоят будды. Так, сейчас я на секундочку отключусь. Отключусь от туалета, вы пока смотрите на будды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 их достопримечательностей и в этой части мира, и я читал, что overpriced, то есть цена не оправдана. А вот Дамбула, да, Дамбула клевая. Еще смеялся с этого кадра. Это картина монахи, идущая в туалет. Йогурт со вкусом древесного яблока. Древесное яблоко – это такой фрукт местный, очень твердая штука, размером с яблоко, она похожа на орех, и внутри кисло-сладкая прикольная мякотка. Мне понадобится решение какой-то энергетик, бутылочки в форме гантелей. Чисто в теории этим бутылочкой можно заниматься фитнесом. Килограммовая гантелька. А ничего необычного, просто францисканский монах. Да, там есть несколько монастырей. Францисканцы или бенедиктинцы, я могу путать, но вот их монахи в таких средневековых нарядах периодически заходят в магазинчики. То есть как будто ролевики с реконского феста пришли. Просто в магазинчике я бы фоткал. Вудепл там очень популярно, это сливки с этим вудеплом, мороженка, десерты. Вот он, вот он, древесное яблоко. И последний пункт на ланке у меня был Негомба. Негомба это пригород Коломба. Коломба главное переходит в Негомба. И собственно аэропорт, он в Негомба. Поэтому я пожил пару дней в Негомба. Ну, городочек и городочек. Пристани, лодки, дома, монастыри. Все, это перед отлетом уже я и желтый медвед. И на этом, на этом фоточки по ланке у меня заканчиваются. У меня есть еще, как обычно, пачка фотографий, которые не с моего смартфона, там, где фоткали меня. И они в этот раз даже прикольные. На ланке, например, я сделал себе странное на голове. Что-то мне захотелось сделать так называемое hair tattoo. Узоры выбрить на голове. Я пришел в поселковую барбершоп, а там вот такой суперколоритный барбер. Я ему показал картинку на смарте. Он пару часов вокруг меня там плясал. В итоге сделал мне очень клевые узоры на голове. Поезд. Да, техника безопасности. Не, не слышали. Вывалился. Догонять пешком потом поезд будешь. Хотя на самом деле он на воротах так медленно идет, что вполне реально выскочить, пробежаться рядом и запрыгнуть в следующую вагону. Ага. Включил. Включил. Вот такое мне сделали на голове. Слушай, ну может быть отсутствие техники безопасности не самый плохой вариант, потому что моя подруга, которая тоже после меня потом поехала на Ланку, она в момент фотографирования выронила телефон ну и нырнула за ним, короче, прям с поезда. В общем, так что возможно тут есть плюсы. Догнала поезд? Ну нет, она потом короче как-то ну она вообще у нее там приключение было, но она вышла, потом ее там ей помогли, в общем ее подвезли, но телефон она нашла, ну а телефон ей сто процентов нужен был, потому что бабла на новый телефон у нее не было и ну как бы все это и время ограничено, и ресурсы ограничены, поэтому ну ей пришлось просто, потому что ну то есть все билеты короче в телефоне, ну то есть сам понимаешь, поэтому Ну ничего, пожелать, здорово. Если ты супер-профи, едешь в другую точку, там какие-то крутые волны. Там есть куча сайтов, есть специальное приложение, где ты отслеживаешь высоту волн, скорость сверху. И я по работе потом писал материал про серфинг в принципе в мире, и я узнал, что есть волны с правым загибом, с левым загибом, какие-то куча специальных терминов. Короче, это не просто так, ты встал на доску и такой хе-хе-хей, вот есть какая-то труба, это как в кино в американском, когда волна заворачивается в трубочку. Там куча-куча нюансов. Я ездил один раз кататься, там куча точек на побережье, в Велегаме в той же, где совершенно смешные 4-5 баксов на пару часов тебе дают доску, дают инструктора, и он с тобой дает тебе гидрокостюмчик, кстати, клевая штука, чтобы не сгорели плечи и руки к чертям. И вот инструктор с тобой пару часов возюкается, за эти пару часов я научился вполне себе стоять на доске на мелких волнах, немножко кататься и даже получать оттуда удовольствие. Да, первое время ты, конечно, падаешь, 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 ты стоишь на доске пару секунд, потом падаешь и несколько минут тратишь на то, чтобы всплыть, словить доску, доска пристегивается к ноге, чтобы не убежала. Но все равно ты больше времени тратишь на то, чтобы поймать доску, поймать волну, секунду-две стоишь, такой, хе-хе-хе, я король мира, бульк, снова барахтаешься. Но в целом это весело. И есть специальные там серф-кэмпы, где ты живешь, можешь там жить 2-3 недели, все это время ты учишься, учишь теорию, практику и под конец выходишь, наверное, крутым сёфером. Да. Всегда было интересно, ты просто так держишь эту доску, а они тяжелые? Нет. Легенькие, да? То есть, но бьется больно, я так понимаю, да? Ну что? Бьется больно. Да, по голове бьет больно, да. Понятно. Есть такое. Самое хреновое, когда ты падаешь впереди, перед доской, выныриваешь, усынуешь голову из воды, и тебя доска сзади по затылу догоняет. Да, легенькие, поэтому не насмерть, но ощутимо, ощутимо. Я фоткал, фоткал, фоткал всякое, рассвет, горы, рассвет, работа, доска для нубов. Когда залез на водопад и нет сил делать павширное лесо для фоткалки. Работа. В целом, жизнь на Ланке выглядит вот так. Побольше. Если хочется почилить на пляжике под шумом у океана, то это идеальное место, потому что куча пляжей, хорошая инфраструктура, относительно дешево. А Ланка действительно по ценам гуманна, гуманна. По моему опыту, там, где я был, жил, становался, это дешевле южной, по крайней мере, Индии. Но это, опять же, мой опыт. Красиво, есть горы, есть горы, есть море. У нас просто мы с Фрамом куда путешествовали, у нас был личный конфликт. Вот, Фрам большая фанатка воды, большой воды, море, океан. Я не люблю воду в целом. Моря, вот эти вот океаны, плавники, фу-фу-фу, я люблю горы. А на Ланке есть и то, и то. То есть можно и море, и горы, на любой вкус. Вот у меня бьют мою тутушечку, первую, но не последнюю. И много фотоеды. Да, доска не тяжелая, ее можно вот так вот одной ручкой взять и понести. Работа. В общем, если хочется каких-то... О, это я даже стою на волне. Если хочется каких-то достопримечательностей архитектурных, каких-то исторических мест, древних зданий, городов, то это не про Ланку. Там этого практически нет. Ну, вот Канье, Храм Будды. Ага, это уже не Гром. Она где-то в дыре исходящего. Далеко, в сторону Белгорода. Но в целом Ланка это про природу. Ну, я еще тоже, я маловато, как потом выездил, с времени выделил на центр, а там в центре есть куча нацпарков, где можно слоников погладить, просто каких-то животинок посмотреть, на птичек посмотреть. У меня, к сожалению, времени не хватило. Ну, и там нужна либо машина, либо мотоцикл свой арендованный. Ну, про природу, природа клевая, природа красивая. Что еще, что еще, что еще? Есть нюансы, нюансы в виде не очень хорошего интернета, проблемы с Wi-Fi, проблемы с электричеством, особенно в сезон дождей, когда в штормах, когда дожди, частенько вырубают свет, аварии на подстанциях, провода обрывают, там пальма упала, там что-то еще. Для того, чтобы жить там и работать, если нужен очень стабильный и скоростной интернет, то это не очень вариант. Мне, к счастью, до работы хватало мобильного, чтобы просто зайти, погуглить, а потом отправить мейл. Но если нужно постоянное соединение, то анкотакский вариант. Честно скажу, для того, чтобы подчилить, подчилить на океане, по-моему, идеально. Если не хочется лезть в этот ужасный гадюшник под названием Гоа, почему-то дико распиаренный, и хочется куда-нибудь в те края, то Ланка самое-самое-самое оно. Все, пошли чисто фото меня, потому что это меня фоткали не на мой телефон. Все, на этом Ланка заканчивается. Я там еще прожил 3 месяца и ни о чем не жалею. Под конец уже было немножко скучновато, но так как у меня было очень много работы, было не то, чтобы много времени, чтобы скучать. Чай. Чай. Суп с лобстерами. Лобстеры – это как крабы. В смысле, дорого и бесполезно. Оно очень красиво на фото. Клешня, лобстер, все дела. Там мясо кот наплакал. Ему пока расковырят, ему приносят специальные вот такие вот щипцы для раскалывания панциря, потому что панцирь очень крепкий. И пока там выговоришь это мясо-кот и так задолбешься, в общем, нет. На этом со Шри-Ланкой я закончил. Если что-то мне хочется тут сказать, спросить, поправить, сказать, что все-все, я говорю, на самом деле там не так. Можете сделать это сейчас. И так как у нас сейчас, у меня, в принципе, есть еще часть в Мэтмене, и у нас есть новые люди, я могу что-нибудь еще, такую еще локацию небольшую, но интересную щелкнуть, если есть желающие. Можно по Азии, можно по Бакланам, Балканам, можно по Ближнему Востоку, можно вообще России пощелкать. Шучу. Шучу, 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 шучу. Сейчас я включу. Ключу микрофончики. Пяти минутка демократии. Свободный микрофон. Берем гитару и поем. Мне так обидно, что я тут сама сегодня не успела. Я тут сама по другим делам лазила, это самое по необходимым. И пришла уже под конец. Если, кстати, зубы не управляют. Спасибо.